В Саранске затопило пятиэтажный дом. Во время опрессовки системы отопления слесаря забыли, что в квартирах в рамках капремонта были отрезаны трубы. И когда давление дали в одном подъезде, в другом из того места, где должны быть батареи, мгновенно хлынула вода. Коммунальная халатность на грани безумия. В репортаже Людмилы Кусировой. Можно подумать, что коммунальщики зло подшутили над жителями пятиэтажки на Попово в Саранске. Они начали опрессовывать систему отоплений в доме, где и трубы-то не в каждой квартире есть. Их срезали подрядчики еще в июне в рамках капитального ремонта. А вот назад поставить не успели. У нас вот отрезали трубы с 15 июня. Вот месяц их, Марин, не было, да? Месяц их не было. Теперь они пришли, делают, как будто делают. Сейчас они делали, опрессовывали первый подъезд. Они, наверное, не знали, что между подъездом, там закольцовано же, я не понимаю в этом. И вот когда они дали напор, и у нас вот потекло. Татьяна Семикова прибежала домой с работы сразу, как только узнала о потопе. Ее квартира на четвертом этаже первой приняла на себя удар коммунальной стихии. Вот дыра, смотрите, идите. Вот через эту дыру все шло туда вниз. А дальше, естественно, по нисходящей. Третий этаж, второй и первый. Целый стояк оказался затоплен водой из отопительной системы. Вот в каком состоянии теперь он пахнет. Смотрите, они до конца. Вот стоит вода здесь. У Марины Борискиной к этим подрядчикам много претензий. Месяц назад они чуть не спалили ее квартиру. Во время сварки все тех же труб отопления искры полетели на линолеум и подоконник. Согласно письменной претензии, строительная фирма теперь должна Марине Борискиной 10 тысяч рублей. Почти столько же, сколько женщина вкладывала в общую кассу на капитальный ремонт всего дома. Хотя они должны предоставлять все условия. В первую очередь, азботкань, которую я приготовила, стекла ткань, которая у меня была приготовлена, картонка, ДВП, чтобы ничего не повредить из всего этого. Что же касается новой напасти, то вообще непонятно, как такой потоп мог произойти. Слесари работают в этом доме уже несколько месяцев. Они знали, что система отопления всех подъездов связана между собой. Более того, они сами же эти трубы в квартирах срезали. Что же и в какой момент пошло не так? Хороший вопрос. Девушка, здесь ремонт был не во всех квартирах. Не все жильцы дома. Не во все квартиры заходили. Я не могу вам так сразу объяснить. Вы согласны, что это ваша халатность? Частично, да, наша, конечно. Почему здесь частично? Потому что эти трубы должны быть уже прикручены. Но из-за того, что мы их не смогли вовремя прикрутить, не смогли зайти в помещение, не прикрутили трубы. Вот из-за этого они остались открыты. И вода через весь дом протекла именно в эти трубы, открытые. Для такого отношения к работе есть слово «покрепче, чем халатность». Но его цензура говорить вслух не разрешает. Теперь подрядчики, скорее всего, будут делать другой ремонт. Косметический. В пострадавших квартирах только уже за свой счет. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.